Всем привет, дорогие друзья! Я блогер с Украины, и я в данный момент нахожусь в Швейцарии. Поднялся только что на гору. У меня было с самого начала такое желание, когда мы приехали здесь, недалеко от этого места. Мы приехали, все заселились, и передо мной вот такое вот замечательное место было. Я с самых первых дней, уже здесь мы сегодня, четвертый день, хотел подняться куда-нибудь в эту сторону. Никто со мной не хотел идти. У всех желание куда-то в магазин, куда-то там в город, на елку. Как бы, ну, в принципе, все люди разные, потому такое дело. Я заставлять никого не люблю, потому я хожу гулять сам. Взял, купил баночку пива. Смотрите, какой пивасик. 1291 год. Какое-то старинное пиво, белое. Очень такой вкус, довольно-таки приятный. Евро 15 стоит пиво. И вы посмотрите, какая здесь красотища. Мой блог, кто еще не знает, в данное время, как бы, я родился в Киеве, и прожил всю жизнь в Украине, но сейчас в связи с этими обстоятельствами пришлось оказаться здесь, друзья. Да, вот такая вот ситуация, как бы, так что кому интересно, кто... Кому интересно вообще понаблюдать за такими людьми, как я, которые на чужбине оказались, я буду все подробненько рассказывать, как, что, где, почем, и по ценам, и по развитию, и если потом на работу пойду, все полностью будет в подробных все красках у меня на моем канале. Так что, друзья, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки и писать комментарии. Сейчас мы находимся на стрельбище. Не знаю, правда, можно здесь ходить или нет. Я только что через гугл-переводчик перевел, прочитал, что здесь стрельбище, и здесь что-то не везде можно ходить. Видите, там, получается, мишени, все в мишенях. Но мне хочется подняться куда-то туда или туда. Сейчас будем думать, как это все сделать. Сейчас, друзья, давайте я вам покажу гору, по которой я поднялся. Смотрите, какие здесь деревья. Такие лысинки такие, именно с лысой корой. Вот как-то так, друзья, смотрите. Здесь какие-то я вижу вокруг бункеры под землей. Вон там вот подземелье какое-то есть, я вижу. Надеюсь, здесь гулять можно. Еще такая ситуация была вчера, что нас полиция, бабушка шла и нас фотографировала, и вызвала полицию за счет того, что я снимал видео. Я так думаю. Или за счет того, что мы просто шли троем, там с нами еще человек, как бы, ну все такие крупные, высокие. И полиция подъехала, нас проверила. Но полиция нам сказала, что фото, но, но фото. Ну как бы, я только что выходил там с одного места, как бы и спрашивал у секьюрити, спрашивал, можно ли снимать на видео вообще в городе. Конкретно я людей не говорил, конкретно просто идешь, камеру показываешь, ни на чем не акцентируешь внимание. Как бы мне сказали, что можно. Что no problem, говорит, снимай все, что хочешь. Турист, туриста, туриста, говорит, снимать можно. Так что, друзья, бабушка вызвала на нас только зря полицию. И нас реально чуть не арестовали, можно так сказать. Но было немножко страшновато. Они подошли сначала у нас, просили сертификат у нас такой, типа как на прописку. Мы показали его. А потом они начали говорить паспорт. Именно у меня одного паспорта. Я так понимаю, что та бабка, которая сфоткала, она, я так понимаю, описала человека, который снимает. Потому что мы троем шли, а я один снимал. И я показал свой паспорт, заграничный, биометрический. Один такой более злой полицейский, один добрый. Тот, который злой, он такой угрюмый такой вообще. Он вообще ни капельки, ни эмоций, ничего. Он смотрел, проверял мои документы. Там что-то пикал, смотрел. Все нормально, все окей. Потом отдал. А тот добрый начал спрашивать. Do you speak English? Я ему говорю, Russia and Ukraine. Я ему говорю, русский, украинский. Он говорит, no, no, Russia. Ну, все понятно. Такое дело. Ну, одним словом, вот такая вот у нас неприятная ситуация была. Будем, конечно, стараться аккуратнее снимать. Ну, блин, такая маленькая камера. Еле-еле заметно вообще. Что здесь такого? Я иду, я не акцентировал внимание. Ну, может быть, за счет того, что там дома, вокруг дома были жилые. И я снимал. Может быть, за счет этого. Так, друзья, куда мне дальше идти? Что-то здесь страшновато как-то. Ни одного человека нет. Что-то я не пойму, в чем смысл. Люди все шли. Я видел, машину ставили с левой стороны. А, вот снизу дорога. Я буду так сегодня нарезать. Несколькими, видимо, по кусочкам буду делать нарезки. Я слышу, в небе вертолет летит. Одним словом, за вас, друзья. У пива такой вкус мягенький, вообще классный. Мне очень нравится. И вообще здесь, представляете себе, здесь натуральные продукты. Здесь, например, многие говорят, что в Европейском Союзе продукты ненатуральные. А я сейчас вас всех удивлю. Вчера у нас была рождественская... Так, куда мне идти? Вообще не знаю, куда идти. Направо, налево. Вчера была рождественская вот такая у нас встреча. Там нам включили музыку. Танцы, шманцы. Накрыли нам стол сладкий. Мы, получается, попили водички. Кока-кола-то, понятное дело, что стандартная Кока-кола, такая же самая, как и у нас. А вообще водичка была минеральная, сладенькая. Там была еще водичка. И вкус такой неярко выраженный. Например, вот у нас возьмешь биолу или там какую-то росинку. У нас вкус такой ярко выраженный такой. И у этого вкуса, когда смотришь на, как бы, что там содержится внутри водички, там целая таблица Менделеева у нас в Украине. В принципе, так. Я думаю, вы сами знаете. А здесь я сфотографировал, другу отослал. Блин, нифига вообще нет. Даже какие-то протеины написано. Так, друзья, там какая-то вообще, какая-то колючая проволока. Блин, можно тут ходить или нет? Что-то страшновато как-то. Я еще и один. Ну, то, что здесь не стреляют сейчас, это понятное дело, что я слышу. Ладно, давайте я не закончил. То, что продукты натуральные, это вообще, это 100%. Сегодня еще была баранина у нас на обед. Баранина с соусами разными вкусами. Было очень классно так. Так, друзья, что делать, что делать? Даже не знаю, что мне делать. Здесь я видел тоже ястребы летали. Здесь диких животных, говорят, полно. А могут быть даже еще и кабаны. Блин, куда идти? Вообще гулять здесь можно или нет? Почему никого нет? Может быть, просто здесь по горам нельзя... А, вот сверху есть люди. Отлично. Сверху какие-то какие-то женщины стоят. Значит, я думаю, что здесь ходить можно. Смотрите, как тут тренируют. Ничего себе. Тренировочная площадка. Да-да-да. Это тренировочная площадка, я так понимаю, для швейцарских военных. Может быть. А может быть и не так. Скорее всего, раз в стрельбище. Просто так, друзья. Блин, надел эту курточку зимнюю. Тут жара такая идет. Градусов, наверное... Ну, точно, градусов 12, наверное, и есть. А я еще в зимней куртке. Надо было вообще ничего не одевать. Так, четвертый номер какой-то я вижу. Главное, чтобы не было только с полицией проблемы. Я добропорядочный гражданин. Проблем нам не нужно. В принципе, пиво пью в лесу. Потому что, я думаю, это не противозаконно. Как думаете, друзья? Напишите в комментариях, можно ли пиво пить в лесу. Хотя здесь уже, раз на меня полицию вызвали. На меня или на нас, не знаю. То я уже даже не знаю, что здесь можно, что здесь нельзя. Уже не могу. Ой-ой-ой. Ага. Там дальше, дальше, получается. Дома, получается, дальше. Так, надо еще запомнить, откуда я вообще пришел. Так, ладно, друзья. Наверное, я буду все-таки заканчивать видео. Потому что... На горе уже сниму. Когда уже заберусь где-нибудь туда под верх. Там уже, друзья, вам покажу красиво виды. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки. Украинец из Швейцарии. Всем до новых встреч. Всем пока.